Если сразу обратиться к двухмерной таблице, мы видим, что связь в ней формируется обратными взаимодействиями. То есть, третий х не сочетается с третьим z, второй х со вторым z, и первый х не сочетается с первым z. Поэтому здесь мы видим, что значимыми эффектами у нас являются именно отрицательные микроэффекты. Собственно говоря, контрольный профиль это 3.3, но, собственно говоря, он тоже здесь значим. Такие же профили присутствуют, в смысле, такие же микроэффекты значимы и в таблице трехмерной, но в ней снова мы видим, что у нас полно профилей, которые не имеют своих микроэффектов. И опять же мы видим из-за этого большое количество больших стандартизованных остатков. Возникает вопрос, может быть необходимо сразу включать все три выявленных процедуры Model Selection эффекта в общую трехмерную таблицу. Может быть это более продуктивный фут, чем рассмотрение по отдельности каждого эффекта, выявление микроэффектов значимых. Это тоже один из вариантов. То есть, в общем-то, эти варианты, они, надо сказать, что один абсолютно правильнее, чем другой. Но я объяснил, почему, на мой взгляд, удобнее, к тому же и с точки зрения экономии оперативной памяти машины, удобнее пользоваться именно вторым вариантом, когда мы убираем лишние измерения. Итак, если мы запускаем, опять же, с тремя измерениями и сразу все три эффекта из выдачи Model Selection мы помещаем, что мы здесь видим? Мы видим, что у нас действительно очень много значимых микроэффектов. И здесь будут, конечно, именно те, которые мы ожидали. Но, во-первых, они идут в перемешку, что не очень удобно. И, во-вторых, все равно в этой таблице остается ряд профилей, хотя и их доля существенно здесь меньше. Ряд профилей, которые не охватываются своими микроэффектами. Почему? Потому что, чтобы были профили все охвачены микроэффектами, нужно иметь насыщенную модель. То есть, в данном случае, например, микроэффект для X1, Y1, Z1, он отсутствует здесь. Как таковой. Этот профиль формируется через сочетание... А... А...